Ну что, я обещала записать видео по поводу термометра на балконе или в вашей лоджии. Вот сейчас я буду делиться своим опытом. Дело ваше, как хотите, так и устраивайте свой быт. Я не настаиваю. Ну вот лично в моей ситуации вот этот градусник сейчас показывает 22, 22, ну почти 23 практически. Стоял он у нас где-то вот здесь, вот за дверцей. И я когда схожу по квартире, смотрю, ну что там, как там ночью, как там утром, как там днем. И он показывал совершенно хорошую, приятную погоду. У некоторых еще может вот так вот висеть. Вот буквально недавно планировали заказать метеостанцию на балкон. И тоже поставили бы ее, повесили бы вот цифру бы отсюда, с показателями. Но после последних обстоятельств я задумалась, а точно ли это надо. Если вспомнить, то у меня вот в том угле, и вот в том угле, температура очень сильно понизилась. Там образовался конденсат и снежная шапка, что можно в принципе логически подвести к тому, что температура там была, но все-таки не такая, как на градуснике. Если бы я узнала, что там холодец такой, я бы, конечно, прибежала, открыла бы балкон, сделала бы все, чтобы растения не замерзли. А выяснилось, что на балконе у меня вот есть щельные такие места, угловые. Там температура ниже. И что делать-то тогда? Я решила, решила, и вы можете взять это на заметку, ставить градусники в угол теперь. Все, в угол. Ну, я, конечно, надо протереть угол. И я думаю, что я метеостанцию возьму там, где два датчика. Поставлю эти датчики вот в два угла. Если у вас на балконе сильно много растений, можете его по всем углам поставить. Ну, если вы прям сильно-сильно-сильно переживаете, что у вас может быть холодно, балкон не затеплен у вас, не заделан. Ну, да, можете больше поставить градусников. Ну, вот метеостанцию скоро будем покупать. Я обязательно поставлю теперь в углы. И впредь, впредь, конечно, теперь надо понимать, что температура воздуха здесь и температура у окон немножко другая. Вот такое вот мое жизненное происшествие. Показала вот такой вот опыт. Надеюсь, вам чем-то он будет полезен. Если он будет полезен, буду очень рада. Если у вас такого не происходит, то окей. А вот происходит. Пишите мне в комментариях, если у вас были такие же ситуации. Может быть, тоже поделитесь своим опытом. Чем больше вы рассказываете про это, тем больше я понимаю, что это не только у одного человека, только у меня, у кого-то еще. Этим опытом можно также поделиться. Это очень полезно, это очень нужно. Люди нуждаются. Ну, все. Всем пока-пока. Напишите, какие у вас градусники еще. Может быть, метеостанции. Нравится вам или нет. Тут нужна информация, потому что на рынке очень много таких приборов. И я еще пока с этим не сталкивалась, чтобы поделиться опытом про метеостанции. Так что жду ваших комментариев. Вот такая вот погода у нас за стеклом. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok